Дэн, здорово. Здравствуйте. Клюет? Что делаешь? Привет Андрюшке Киселеву, золотого карасика. Андрюш, место готовим для осеннего этапа. Друзья, всем привет. Сегодня у нас 12 июня, День России. Хочу поздравить всех с праздником. В общем, приехали мы сегодня в Шатуру. Втроем я, батя и Дэнчик. Дэн занимается сенокосом. Ищет жуков в траве, на чем будем сегодня ловить. В общем, цель нашего мероприятия следующая. Хотим разместиться на довольно мелком участке. Хорошо квакать лягушки у нас тут. Я хочу попробовать половить карпа, которого здесь, в принципе, я ловил. Но единичные экземпляры были случайны. Сейчас я хочу целенаправленно половить карпа на матчевое удилище. Батя будет ловить на оболонское удилище, а Дэн будет ловить на восьмилитровую маховую удочку. Что сегодня по прикормке, быстро расскажу. Так, как очень много комаров, а я еще не переоделся. Итак, пару слов по замешиванию прикормки для Дэнчика принципиально. Многие спрашивают, когда добавлять ароматику, сиропы различные. Ну, в первую очередь, после того, как высыпаем пакеты, просто немного размешиваем это все дело. Потом просто добавляем в первый раз воду. Без всяких ароматов, без сиропов. Это, получается, первое добавление воды. Что сейчас происходит? То есть вода, бисквит, который находится в прикормке, он прописывается водой. И если мы добавим сейчас сразу ароматику, то бисквит заберет все вкусовые добавки на себя. И не получится того эффекта, того запаха, который дает эссенса, и того вкуса, который дает секретик. Сейчас не получится. Сейчас, когда прикормка немного набухнет, я уже добавлю секретикс, не добавляя его в воду. И после чего я долью эссенцию, то есть чисто без воды, чисто в прикормку. И получится прикормка с хорошими вкусовыми качествами и с приятным запахом. После чего еще я добавлю кукурузу и перед самым стартом ловли добавлю прикормку опарыша. Это по моей карповой прикормке, по батичной прикормке здесь не будет эссенции. Здесь будет чисто секретикс ваниль, который я добавлю тоже. Привет. Который я добавлю тоже после того, как добавлю воду. То есть сейчас я сделал прикормку. Батя добавлю еще немного черной краски, затемню ему корм. Немного добавила краски. Сейчас я сделаю первое увлажнение и потом уже в конце добавлю секретикса. Прикормки используем довольно много, потому что в принципе место видно, что рыболовам посещается крайне редко. И рыба в принципе не прокормленная. И чтобы приманить непосредственно большое количество рыбы, надо много корма. Еще также я добавлю в прикормку кукурузу и немного опарыша. Сейчас будем готовиться и посмотрим, что у нас за это получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. 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 Тихо, тихо. 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 Ситуация на даем ее следующая. Денчик на мах разловил плотвичку некрупную, перемешку с куньками. Батя на болонку в итоге пролетел. На мочевку такая непонятная ситуация. Со старта первая рыба была под лещ, вторая была лещ. Чему я был удивлен, конечно. А в дальнейшем ситуация была такая, что подходила то плотвичка некрупная, то некрупный подлещик, но бонсов больше не было. Поймал я сегодня немного. Ну и вообще прикормка была предназначена для немного другой рыбы. Хотел плавить карпа, но карпа на точке не было вообще. Ну не знаю, в принципе как в этом году на данном даем вообще карп есть или нет. Но слышали, что вроде как карп попадался уже. Но к сожалению сегодня в этом не смогли убедиться. Хорошо провели время. Денчик успела выспаться. Покормили комаров. Ну и в принципе на этом все. Я думаю еще приедем сюда. Батя хочет взять реванш. А то говорит слишком много я базарю. Ну как то так. Через неделю у нас кубок Москвы по поплавочной ловле. Надеюсь также буду снимать что-то и надеюсь уже когда-нибудь что-то выложу. Как то так. Есть кому что сказать? Отец говорит разучился ловить. Ну на этом будем заканчивать. Всем спасибо, до новых встреч. Комары сразу зажрали. На рыбу на свежую. Ну как то так. Мега скромно.